Гранд Джордж Другой мир Злой рок Читает Руслан Дрополюк Глава первая Полет над океаном — это для меня всегда удовольствие. Посудите сами. Вверху и по сторонам переменчивое голубое небо, а внизу бескрайний океан, хаотично блестящий в движении волн. В небе, кроме меняемого двухместного самолета, только пушистые облака. Даже птицы попадаются тут в основном у берега. Плюс неповторимая магия света и тени, различных оттенков, которые возникают под воздействием солнечных лучей. Такой полет — это лучшее, что может случиться с пилотом, во всяком случае, я так думаю. Сейчас, когда я уже лишен возможности летать, мне часто снится полет. Особенно над океаном. Вы спросите, к чему я об этом вспомнил? Ну, с полета началась моя история, сопряженная с риском для жизни, невероятными приключениями и другими переделками. Эту историю я собираюсь рассказать на страницах своего дневника. И начну я свой рассказ, пожалуй, с себя. Наверное, каждый человек воспринимает себя немного иначе, чем его видят другие. Поэтому, когда я думаю о том, как выгляжу, то в первую очередь вспоминаю однажды подслушанные слова моей покойной бабушки. Пытаясь женить меня на очередной приличной девице, моя бабуля, не подозревая, конечно, о моем присутствии, вещала. «Еще Игорь — весьма воспитанный парень. Высокий, атлетичный, по-военному подтянутый, широкоплечий шатен с карими глазами. При этом он гибкий, как тигр», — говорила бабуля доверительным тоном рыженькой Светочки из соседнего подъезда, когда я случайно услышал их разговор у двери нашей квартиры. Светочка что-то промямлила в ответ, и бабуля, расценив это как заинтересованность, продолжила с воодушевлением. Спортсмен водкой не увлекается, совсем не курит, по бабам не бегает. Учебу вот закончил, значится, на этого, как его, экономиста. Что там еще хотела добавить бабуля к сказанному выше, я не услышал. Просто развернулся и пошел обратно по лестнице, потому что так меня воспитали. Подслушивать нехорошо. Надо отдать бабушке должное. Положительная характеристика была выдана правдиво. Из негативных моих качеств можно выделить некую наивность и романтичность. Не зря же я на зло здравому смыслу и родительскому слову после учебы пошел работать в авиаклуб, который последние несколько лет считался моим хобби. Любовь к полетам пришла и не покидала меня никогда. Я, тот мальчик, который, совершив первый полет во сне, поставил перед собой цель. Однажды оказаться в небе по-настоящему. Прочитав мой дневник, вы увидите, каким невероятным приключением это меня привело. Потому что самое важное для пилота не то, каков был полет, а какой окажется посадка. В общем, через год после окончания университета меня произвели в пилоты. Вскоре я должен был стать инструктором. Но этого, как вы узнаете из моего рассказа, к сожалению, не случилось. Итак, все по порядку. В понедельник самого обычного дня, который не предвещал ничего особенного, я пришел к месту своей работы. Серые бетонные плиты аэродрома блестели маленькими льдинками из морози. Вчера вечером упал первый снег, но к ночи он уже успел растаять, а утром появились первые заморозки. В последние дни погода и так не радовала теплом. Временами шли холодные осенние дожди. Я пытался насладиться морозной утренней прогулкой. Чувствовалось приближение зимы. Наконец, отмахав ногами пару сотен метров, я оказался у входа в здание, где работал. Это была маленькая частная фирма возле аэропорта на окраине города. У входа меня перехватил Петрович, наш сторож, и сказал, «Слышь, Игорек, шеф мне велел тебя, как придешь к нему, отправить». Лицо при этом у Петровича смотрелось удивительно трезво, что было для нашего сторожа совершенно немыслимым событием. Петрович почесал затылок, вязанная засаленная старая шапка при этом съехала на лоб. На его лице отразился усиленный мыслительный процесс, который завершился словами. Сказал, значит, сразу пусть зайдет. Срочно. О! Выполнив нетипично сложную для его мозга задачу, сторож поправил свою давно нестиранную шапку, обрадованно хлопнул меня по плечу и удалился в сторожку. Видимо, он тут так и стоял, ожидая меня, чтобы выполнить это важное поручение. Выходит, что срочность возникла по указанию моего директора, Александра Борисовича, который, будучи отставным военным, прослуживший вначале пилотом штурмовика, затем пилотом транспортного самолета, впоследствии основал школу пилотирования. И вот уже десяток лет он оставался ее бессменным хозяином и руководителем. По своей натуре это был добрейший человек, который в силу возраста и пристрастия к еде сильно располнел, но блеска в глазах и азарта не потерял. Я подумал, а с чего бы вдруг у Петровича такое странное лицо было? Наверняка случилось что-то серьезное. Опять же, эта срочность, совершенно нетипичная для Александра Борисовича. Я повернул за угол и, пройдя по коридору, оказался у двери шефа с красноречивой табличкой. Директор. За дверью слышались приглушенные голоса. У шефа кто-то был. Я поправил свои короткие темно-каштановые волосы, постучал и, услышав стандартное «да-да», вошел. За столом сидел раскрасневшийся и потный Александр Борисович. «Поздновато что-то для жары», — подумал я. «Только недавно первый снег падал». Взгляд у шефа показался мне каким-то загнанным, без обычного блеска и азарта. Его собеседник в строгом и неброском деловом костюме выглядел как человек, работающий на специфической государственной службе в силовых структурах. Волосы аккуратно уложены в короткую классическую прическу. Лицо свежевыбрита, глаза темные, взгляд цепкий и жесткий. «Познакомься, Игорь, с нашим гостем из...» Начал было представлять гостя шеф, но тот одним строгим взглядом и отработанным жестом его прервал. «Давайте опустим формальности». Он повернулся ко мне и улыбнулся казенной дежурной и ничего не значащей улыбкой. «Присаживайся, Игорь. Меня зовут Валентин Степанович. Я сел и еще раз посмотрел на шефа, который выудил из стола столовую салфетку и поспешно вытирал ею испарину на лбу. «А ведь наш гость на шефа страху нагнал», — подумал я. Гость перехватил мой взгляд, слегка нахмурился и задал необычный вопрос. «Игорь, у тебя есть загранпаспорт?» Дождавшись моего утвердительного кивка, он продолжил. «Замечательно. Мне Саша тебя хвалил», — говорит. «Надежный ты парень». «А насколько далеко ты летал?» Однажды приходилось летать в Египет. Ну, а в основном это полеты в Болгарию и Турцию. В этот момент шеф что-то хотел добавить, но гость остановил его все тем же коронным жестом. Валентин Степанович вперил в меня свой жесткий и колючий взгляд. В его глазах заплясали бесовские огоньки. «Хорошо. А как насчет полета над Атлантикой?» Такой полет мне пока только снился. Это было моей тайной мечтой, больше которой мог быть только полет вокруг всей Земли. Но я не собирался изображать перед гостем собачку с виляющим от заманчивой перспективы хвостиком. Поэтому ответил с достоинством. «Опыта такого рода полетов у меня нет, но я бы с удовольствием», — честно признался я. «Замечательно!» — вдруг обрадовался гость и даже хлопнул по столу своей ладонью. «Тогда собирайся, через час ты вылетаешь на Карибы». Мое удивленное лицо его не взволновало, а на ряд вопросов у него уже имелась стопроцентная уверенность и готовый ответ. Оказывается, Валентин Степанович обо всем позаботится. Все вопросы с разрешениями, документами, визами и прочим будут улажены еще до взлета. Мне лишь следует отправиться по указанному маршруту на Карибские острова в Атлантическом океане, где следует забрать одного человека и некую посылку. Причем важнее этой посылки ничего в этой задаче для меня нет. «Игорь, запомни, это дело государственной важности», — сказал он, и по его тону я понял, что он совершенно не шутит. «Без этой посылки можешь не возвращаться». Менее чем через час мой красно-белый самолет взлетел.